Всем привет, меня зовут Василий Рыжков, я старший аниматор в компании Spirosoft и сегодня хочу поговорить с вами об постановке боевой сцены. Моя презентация предназначена в первую очередь для начинающих аниматоров и для тех людей, кто только хочет связать свою жизнь с анимацией и думает, стоит ли ему это делать. Мы с вами поговорим немного о планировании, пройдемся по общим вопросам сначала и в заключение я хочу немного затронуть позинг. И сейчас я немного больше расскажу о нашей компании Spirosoft, потом представлюсь получше сам и мы с вами приступим к делу. Компания Spirosoft была основана 16 лет назад и за это время она очень сильно возрослась, у нее появилось четыре офиса в трех разных странах, а в компании трудится более 600 человек разных профессионалов в совершенно разных сферах разработки и недавно компания Spirosoft стала частью Keyword Studios. Нашими партнерами являются такие крупные компании, как Ubisoft, E-Games, Riot Games, BioWare и основное направление работы нашей компании это GameCode Development. Это означает, что мы не просто какие-то фрилансеры, которые присылают работу, которую никто не хочет делать в самой студии. Нет, нам дают большой кусок игры и мы делаем его от и до, начиная. Модели, геймдизайн, анимация, риги и это очень удобно для меня, в том числе, как для аниматора, потому что я могу повлиять как на художников, так и узнать, чего собственно хочет от меня геймдизайнер. Теперь предлагаю посмотреть наш рил. КОНЕЦ КОНЕЦ Сюда попала и пара моих анимаций, но начинал я, разумеется, не с этого. Свою работу с видео, с 3D графикой я начал около 10 лет назад. И начал я вот с такого. Мы считали, что так будет выглядеть онлайн образование через 10 лет, но, как мы можем видеть, это совсем не так. Потом я стал заниматься рекламой, пошел работать в рекламную студию, после нее я стал делать ролики для казуальных игр, искалок. Это такие тоже капсцены режиссируемые. После этого я увлекся моушн-дизайном и анимацией в After Effects. После этого я поступил в анимационную школу при Animation Club. Отучился там 4 семестра, после чего меня мой преподаватель пригласил к ним поработать на джингликах. Я считаю, что мне безумно повезло, потому что это очень крутой проект. И даже несмотря на то, что когда я туда пришел, я забыл вообще все, что я знал по анимации. Так, такими вещами занимаюсь в свободное время. Так вот, я забыл все, что я знал об анимации. И было очень тяжело выйти в работу. Я делал какую-то походку, недели две, наверное. Я видел изочарование в глазах моего еда, но, к счастью, он про это забыл. Очень удивился, когда я через два года ему напомнил, что... Я так затянул с походкой. Когда я только начинал делать анимацию существ, и в частности боевку с их участием, я очень часто слышал по отношению к своей анимации такие комментарии, как, ну, твои ребята действуют неэффективно, непродуктивно, а я сидел рядом и чувствовал себя таким стереотипным менеджером из большой корпорации. Мне было, в принципе, тяжело влиться в анимацию существ после мультиков, потому что это совершенно другой стиль, совершенно другой подход. И сегодня я вам всем предлагаю примерить наряд такого менеджера и поговорить в том числе об эффективности, продуктивности действий ваших персонажей. Я буду говорить скорее об ингейм-анимациях, а не о срежиссированных кат-сценах. И для начала поговорим, для чего вообще нужны постановочные анимации в играх. В первую очередь, конечно, вспоминаются такие серии игры, как Injustice или Mortal Kombat. А здесь добивание служит для разбавления геймплея или для развлечения игроков во время кооперативной игры. Мы здесь можем видеть несколько камер и монтажные склейки. И это очень круто, потому что это позволяет спрятать какие-то огрехи в анимации и в целом удешевить производство. Иногда задача игры красиво прииграть. Тогда появляются на свет такие добивания в стиле God of War, когда камера одна и игрок даже не всегда успевает заметить переход от геймплея к непосредственно добиванию. А иногда игра хочет поиздеваться над игроком, наказать его за неосторожность и за ошибки научительной смертью персонажа. Как бы то ни было, это геймплейная фича, и ваша анимация должна дополнять геймплей, действуя в контексте эмоций, которые игра вызвала у игрока. Ролик может быть наградой или наказанием, но в любом случае это всего лишь вишенка на торте геймдизайна. И поэтому игрок не должен задаваться вопросом, что вообще происходит и почему. Это не касается каких-то игровых условностей, потому что они всегда одинаковые, но нарушения логики и повыставания очень сильно ломают веру игрока в происходящее и нарушают его погружение. Это работает абсолютно точно так же, как и в фильмах. И здесь можно вспомнить пресловутых штурмовиков из «Звездных войн», чья меткость стала объектом многочисленных уже приявшихся всем шуток. И я очень рад, что «Звездные войны» отошли от этой порочной практики и уже сами немного начинают шутить над собой в прошлом. И здесь я не могу не вспомнить фильмы Джеки Чана. И да, я хочу предупредить, что многие мои примеры будут из фильмов, но они так же хорошо масштабируются и на игре в контексте именно кат-сцен. Так вот, в его фильмах творится какое-то безумие, он дерется с тремянкой, с толпой народа, но каждое его действие направлено на какую-то определенную цель. И зритель, главное, понимает эту цель. Даже если он ошибается, то мы понимаем, что он хотел сделать, просто у него что-то не вышло. И у него очень много деталей. Здесь, обратите внимание, он ударил руку. И здесь она у него все еще болит. И если у Джеки фильмы очень театральные, то Майкл Бэй, например, любит помещать зрителя в центр битвы, как в данном случае в битве огромных роботов, и для этого он использует человеческий масштаб. То есть, как правило, мы видим эту битву с точки зрения, с ракурса. Угол обзора у нас точно такой же, как у свидетеля происходящего. Также он помещается сюда рядом с роботами людей, для того, чтобы мы представляли все-таки масштаб битвы еще лучше. И оператор тоже где-то в центре битвы тусуется, промеж этих роботов. Он очень боится получить по голове от этого вся вот эта трясучка. И он не всегда может показать что-то интересное. Мы видим там какую-то часть тела робота. Но, тем не менее, несмотря на то, что, на первый взгляд, здесь происходит какое-то месиво, на самом деле вопросов о происходящем возникает крайне мало. Мы понимаем, кто побеждает и почему. Планирование. Предположим, что вы уже разобрались со стилистикой вашей битвы, со стилистикой вашей анимации. Это может быть или Street Fighter, или что-то более реалистичное, как Mortal Kombat. И вы уже приступаете именно к проработке своей сцены, своей анимации. И все, разумеется, в таком случае начинается с технического задания. Здесь я сам себе составил техническое задание. Это мой собственный шорт, моя собственная сцена. Я расписал, какие примерно сценарии. Я написал, чего я хочу достичь с анимационной точки зрения. То есть это разные веса персонажей, тесные взаимодействия между персонажами с разными весами. Я хотел показать потерю равновесия и использование тяжелых предметов в бою для того, чтобы сделать поднятие тяжести. Я также нашел на ютубе несколько референсов, которые отражали то, чего я хотел достичь. И расписал все действия, которые, как я планировал, будут в моей сцене. И подписал здесь, какие уже референсы найдены. И какие еще предстоит только найти. Очень часто говорят, что для поиска вдохновения нужно выйти на улицу, но в случае с боевой сценой это проблематично, потому что я там вижу в основном или драку каких-то соседских алкашей, или как скинхеды избивают этих самых алкашей. Поэтому я пользуюсь всеми благами интернета. Я очень много провожу времени на ютубе, когда подготавливаюсь к работе над сценой. Я могу провести там два-три дня. И я люблю перед сном особенно просматривать какие-то видосы занимательные в инстаграме или в найнгеге. Там тоже очень много полезной информации. Многие люди делают табнейлы. Я их не делаю, потому что я не умею рисовать. Табнейлы это такой небольшой рисунок. Такой рисунок типа как на кончике пальца. И благодаря его размерам можно нарисовать очень много этих самых маленьких рисуночков. И спланировать как анимацию, так и нарисовать очень быстро раскадровку. Инструмент очень мощный, если вы умеете рисовать. Но, как я уже говорил, я не умею. Поэтому здесь нет моих табнейлов. И мы уже знаем, что мы хотим делать. И теперь нам нужно определить, как мы будем это делать. Поэтому мы возвращаемся на ютуб. Только уже ищем какие-то референсы. скорее боди-механические. Я, честно говоря, не знал, что такое боди-мех, пока не пришел в геймдев. И это всего лишь механика тела. И перенос веса, например, это в том числе является частью этой механики. И нас сейчас интересует именно, как работают тела, персонажи в ударах, прыжках и прочее. Какие-то референсы вы не сможете найти именно на ютубе. Их надо записать самостоятельно. И единственное, очень прошу, когда вы уже будете работать над анимацией, не стоит пытаться повторить кадр в кадр. Именно вот референс. Референс необходим для того, чтобы посмотреть, как ведет ваше тело себя, как оно начинает движение, как заканчивает, как перемещается вес, какой у вас поворот груди, какой поворот попы. Все тайминги, все позы в анимации необходимо преувеличивать, гипертрофировать, даже если это будет у вас какая-то реалистичная анимация, тем не менее. И в том числе, если вы анимаете гигантских животных, следует лучше записать реф. И в нашей компании, я помню, записывали битву у льва и белого медведя полярного. Я лично записывал там, не знаю, яростью гигантского кабана. И также, когда вы записываете референсы, не следует, во-первых, их делать слишком много. Я здесь люблю приводить пример с вот этими замечательными баночками джема. Был такой эксперимент. В супермаркете поставили там вот эти сотни, не знаю, тысячи банок джема, и люди подходили к ним и не могли выбрать. У них разбегались глаза. И люди просто разворачивались и уходили вообще без джема домой. Но, когда количество банок сократили до какого-то вменяемого количества, там, не знаю, 10, 20 банок, то продажи джема уже резко подскочили. Поэтому ограничивайте себя в количестве референсов. Также рекомендую не делать их слишком большими. Разрешение 640 на 480 вполне достаточно. Во-первых, это видео легче обрабатывается, потому что оно меньше. Во-вторых, во многих студиях нельзя подсоединить телефон к компьютеру и нельзя перекинуть видео по проводу. И вам придется пользоваться интернетом для этого. И обязательно просите коллег отыграть их видео, их видение вашей анимации для того, чтобы подчеркнуть, может быть, какие-то идеи. И после того, как мы знаем, что мы будем делать и как мы будем делать, мы можем возвращаться, точнее, переходить в 3D-редактор и сначала я, как правило, делаю вот такую небольшую зарисовку именно на кубиках. Она выполняет роль лояута и заодно я могу прикинуть, какие действия вписываются в мою сцену, какие не вписываются. То есть, изначально я вообще хотел, чтобы Алекс, здесь он синенький, кинул в кейт ведром, она обиделась на него, дала ему по голове кувалдой, но это не помещалось в мою сцену, поэтому я все переиграл. Также здесь я прикинул камеру, я понял, что вот такая крутящаяся орбитальная камера мне точно не подходит, что вряд ли вообще буду когда-нибудь делать. в целом с этим все. И мы можем уже переходить к блокингу. Блокинг я всегда делаю только в сплайне для того, чтобы правильно рассчитать тайминг, для того, чтобы для меня не было неожиданности после того, как я перехожу из степа в сплайн, потому что обычно для многих это неожиданность все-таки. Там ломаются тайминги, там ломается спейсинг и так далее. Здесь также я могу выкинуть какие-то действия, которые мне не нравились. И если у меня есть какое-то парное движение, парное действие, как, например, здесь, когда Алекс бьет Кейт по животу или она захватывает его ногами, делает такой удар в Сони, то я анимирую сначала ведущего персонажа, здесь в обоих случаях это Алекс, потому что от его движения зависит движение Кейт, и затем я уже анимирую полностью ведомого персонажа. И, к сожалению, я не успел доделать эту анимацию, но я обязательно доделаю, но было же уже где-нибудь в социальных сетях. И теперь давайте немного поговорим о позах, потому что позы это тоже очень важный аспект вашей анимации, вашей боевой сцены, и почему-то, когда я начинаю искать информацию про позы в интернете, то, как правило, натыкаюсь на информацию о линиях действия, типа вот, у вас есть линия действия, это самая главная вещь в жизни, она, безусловно, очень важна, но, помимо нее, все-таки следует помнить и другие вещи. Поза поможет сделать вашу анимацию более читаемой, более понятной для игрока, для зрителя, и поэтому им нужно уделять очень большое внимание. И начнем с ритма. Ритм в позе это не тот же самый ритм, что и в музыке, то есть, вот, когда там такой нет, в позе это скорее направление движения вашего взгляда, то, как ваш взгляд обозревает эту позу. У ритма на иллюстрациях правило обозначается такими силовыми линиями, и у ритма есть направление, и он сходится зачастую где-то в одной точке. Как, например, здесь. Обратите внимание, что все силовые линии у девушки сходятся в точке приложения силы, то есть, в той точке, где в локте молодого человека фактически. Автор этой иллюстрации зовут Уолтер Малину, он иллюстратор старой школы, этой иллюстрации уже лет 50, и я крайне рекомендую просматривать такие иллюстрации, там очень хорошие позы, и, например, мне еще очень нравится альфонса Муха, на его иллюстрациях очень проработанные руки, у него нет красивых рук, то есть, как Тарантино, у него фетиш ноги, а у Мухи, видимо, был фетиш руки. И, опять-таки, обратите внимание, здесь, это вроде бы и не нарисованная поза, но, тем не менее, силовые линии четко прослеживаются. Также здесь виден следующий принцип, который я хотел бы обсудить, это наклон, потому что я выбрал эту позу, потому что здесь нет, в принципе, ни параллельных, ни перпендикулярных линий практически. Здесь нет ни одной линии, которая была бы параллельной или перпендикулярной горизонтали или вертикали. И также внутри позы все линии не параллельны и не перпендикулярны. Линия, где вот ноги сопрягаются, точнее, угол сопряжения ног, угол между грудью и тазом они все находятся друг с другом в наклоне. Этим приемом активно пользуются также и фотографы, потому что это прием общий и когда начинаете искать какие-то иллюстрации, какие-то принципы фотографирования, то вот там в пабликах фотографов можно встретить вот, например, такие примеры. Скручивание. Вкратце, это то же самое, что наклон, только в других осях. И если вы можете вот так вот скрутить, чувствуя себя в фокусе, скрутить, например, попу и плечи друг относительно друга, то обязательно это сделайте. Это добавит позе необходимого контраста, который, в свою очередь, добавляет динамики. И, например, я нарыл вот такую позу где-то тоже фотографических пабликах, и там она приводилась как пример к удачной позе, я с этим не очень согласен, потому что, как вы можете заметить, здесь плечи и таз. Мало того, что параллельно друг другу, здесь нет как раз искручивания тоже. Если бы мы изменили два этих параметра, то поза моментально заиграла бы новыми красками. Руки тоже очень важная часть, они могут как подчеркнуть позу, подчеркнуть характер позы, так и все испортить. Они следуют тем же самым принципам, что и поза, которая ставится на всем теле, но к ним добавляется еще такой параметр, как следование, то есть мы не можем согнуть указательный палец без того, чтобы не согнуть мизинчик. И это стоит учитывать при постановке поз рук. И для того, чтобы тренировать позы, вам не обязательно уметь хорошо рисовать, достаточно таких небольших рисуночков, здесь вы можете проследить и линии действия, и все остальные принципы, которые я вам только что рассказал, это будет очень полезно и классно в любом случае. Так, ну и это практически все, что я хотел сегодня рассказать. Я могу только добавить, что будет полезным прочитать книгу Соколова по монтажу, там есть очень много полезной информации, смотрите фильм, анализируйте, читайте разборы композиции фильмов, читайте книги по композиции, все это пригодится при постановке камеры. Всем спасибо за внимание, можете задавать свои вопросы. Вижу вопрос про базовые книжки по монтажу режиссури боевых сцен, посоветуйте, что посмотреть, почитать, пожалуйста. Именно по монтажу боевых сцен я книг, к сожалению, не находил, я находил просто книги по монтажу, это Соколов, и после прочтения этой книги я очень много анализировал, смотрел фильмы Зака Снайдера, например, и там я тоже нашел очень много интересных моментов, я рекомендую это тоже сделать, потому что, ну, например, не все принципы всегда соблюдаются, иногда там для усиления удара можно нарушить принцип по движению. Так, по монтажу и по режиссуре. По режиссуре боевых сцен, да. По режиссуре я, к сожалению, книг вообще не видел, я видел просто по режиссуре там, к сожалению, не помню у Митта, как книга называлась. Междуадом и Райан? Там вроде да, затрагивалась режиссура, но именно по режиссуре боевых сцен я не видел ничего на русском. Прям даже ничего не хорошего, не плохого, в принципе. В принципе, да, ничего не хорошего, не плохого. Мы когда делали что-то, мы искали какие-то статьи, вообще англоязычные видео на Ютубе и смотрели вот эти приемы, как обмануть зрителей при помощи монтажа именно в каких-то таких разрозненных источниках. также рекомендую прочитать их, в том числе, книги по композиции и статьи, разборы, потому что книга сама по себе, вот у Питера Ворда, она очень классная, но разборы композиции, которые в том числе переводили у, по-моему, это студия Петрик, они очень классные, они понимают, дают дополнительное понимание композиции и гораздо лучше анимировать камеру, когда ты все это знаешь. И, опять-таки, я, к сожалению, не работал именно с актерами захвата, у нас весь макап был готовый. У меня такой, на самом деле, вопрос, у тебя есть опыт из, ну, за пределами геймдива, да, то есть в мультфильмах и прочем, и в геймдиве есть какие-то там принципиальные отличия, особенно для людей, которые собираются тоже, например, переходить там из анимаций, из мультфильмов геймдив. Да, на самом деле и у меня была с этим проблема, потому что стилистика анимации очень сильно отличается. Это, во-первых, не только анимация, не под камеру, а анимация должна выглядеть со всех сторон, разумеется, такой проработки, как под камеру, не будет, и это реалистичная анимация, а в мультиках более картунеш, стайл. И у нас очень много ребят пришло измениться, я тоже замечал, что у них поначалу бывают некоторые проблемы влиться в стилистику, они привыкли работать совсем иначе, но тем не менее там через несколько месяцев все становится хорошо. Вот, Василий, спасибо тебе за доклад. Все спасибо вам за то, что вы слушали. Да, на самом деле да, очень зрелищно и интересно, всегда нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok